Рассказываем про наши отношения к Герману Стерлигову, относимся к нему как к успешному предпринимателю, в товарах и услугах, к которым мы не нуждаемся, и как гражданину нашей страны, политические и религиозные философские убеждения, которого мы не разделяем. Существует ошибочное мнение, что Стерлигов продает сельскохозяйственную продукцию. На самом деле он продает нематериальную продукцию по имени Брэнд, то есть свое имя. Хлеб по цене дороже мяса никто покупать не будет, а у Стерлигова покупают, потому что покупают не просто хлеб, а хлеб от Стерлигова, и покупают фанаты Стерлигова. Чтобы этих фанатов, то есть потенциальных покупателей, было как можно больше, он постоянно вещает что-то интересное, скандальное. Ничего уникального в его бизнесе нет, мелкие хозяйства разоряются, и на их фоне богатеет относительно крупное хозяйство самого Стерлигова. Но вот зато на фоне сетевых супермаркетов с собственным производством разоряется сам Стерлигов, и очень скоро он начнет торговать под своим брендом ни кондиции, которую не взяли сетевые супермаркеты, если он еще не начал так делать. И это нормальная практика в капиталистической экономике. Продукция японских и американских брендов давно уже делается в Китае. На православных ярмарках православные пчеловоды выставляют на продажу меда намного больше, чем могла бы произвести та монастырская пасека, с которой якобы этот мед. Ничего личного, это капитализм. Продолжение следует...